Это наш следующий гость. Пойдем? Конечно. У нас в гостях сегодня Алимеза Реддинова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. Как раз таки она нас здорово и проконсультирует в промежуточных итогах сбора урожая. Поговорим, как там с крымским золотом ситуация встает в конце концов. Какой пробы собрали и сколько более подробно. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот сейчас как раз таки проходит, да, я так понимаю, что еще зерноуборочная кампания, она еще не закончилась. Ну, совсем чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, да? Как вообще по результатам? Мы так понимаем, что в этом году ждем большего количества урожая, чем в прошлом. По результатам. Нормально проходит уборочная кампания? Зерноуборочная кампания. Нормально, конечно, погодные условия немножко подвели. Должны были закончить раньше так, в принципе. Не можем закончить раньше из-за дождя, вот из-за дождей, которые были. Они мешают технике собрать урожай или, возможно, они бьют урожай в итоге? Дождь, нет, когда идет дождь, техника на качество зерна влияет. А вот касательно, кстати, погода и качество зерна, а жара вот наша крымская, аномальная, на как-то влияет на зерно? Нет, вот в прошлом году, когда была аномальная жара. А, сейчас еще? Да, сейчас это нормальная жара. А в прошлом году была засуха, поэтому на качество зерна это повлияло. Какие культуры зерновые у нас выращивают? Я сейчас заметила, что если проезжаешь, мимо любых районов... Да, рапс, соя, горох, нут. Они, потому что, насколько я знаю, может быть, засухоустойчивые, да? Они засухоустойчивые, да, и на них есть спрос, поэтому рынок диктует на горох, и нут стали высевать из-за того, что это благоприятно на севооборот влияет, в принципе, для того, чтобы обогащать почву. Ну и ценовая политика тоже, конечно, выгодно выращивать горох. То есть его, получается, можно дороже продать, да? Да, конечно, конечно. А куда мы сейчас продаем зерно, да? Вот если это пшеница, если это ячмень, мы оставляем на полуострове или все-таки на материку туда-то возим, или вообще за пределы Российской Федерации? Ну, вот конкретно сейчас сельфоспроизводители, конечно, не выжидают цены, потому что цена не очень хорошая для них, хотелось бы продать дороже, поэтому... А сколько сейчас? Не знаете, примерно килограмм? Ну, не килограммов в тонна, а 10 тысяч на тонна это зерно третьего класса, поэтому для сельфоспроизводителей, конечно, хотелось бы продать дороже. А в принципе продают в основном это... Ну, в Сирии понятно, в Китае, в Сирии... Ну, на экспорт, в общем, это, да, кроме сказать, зерно. Да. Ну, экспорт в основном это вот Египет, Сирия, страны Ближнего Востока. А что касается вот гороха и нута, как вы сказали, он идет на местный рынок или тоже? Ну, на местный и на... в основном это страны Азии. Просто вы так сказали, стало аж интересно, если честно, крымский нут попробовать, потому что еще ни разу в жизни не пробовал. А есть ли какая-то разница вообще, вот, произрастающих в крымской почве, да, вот, бобовых культур и... Ну, конечно, если делать анализ, конечно, есть разница в качестве, может быть, каких-то там составляющих. А размеры прочее? В принципе, вкусовые качества не отличаются. Вкусовые качества идентичные. Идентичные восточному нуту и так далее. Это интересно. Ну, вот, даже если сравнить с прошлым годом, насколько я помню, опять вернусь к зерновым, у нас были большие убытки. И помним, что и были меры поддержки предпринимателей, в том числе и федеральные, и на федеральном уровне, и на республиканском. Одна из мер поддержки – это было субсидирование. Вот расскажите, пожалуйста, сейчас вот как-то в большем количестве пользуются популярностью именно субсидирование среди аграриев, либо в меньшем? Мы поддерживаем вот так вот экономически? Конечно, субсидирование продолжается, и ежегодно оно увеличивается. Но в прошлом году в связи с засухой еще были дополнительные субсидированы те, кто пострадал. Те, у кого действительно погиб урожай, кому пришлось запахать его в буквальном смысле, те еще получили дополнительное возмещение своих затрат, которые они понесли на посевную. Как можно получить эти меры поддержки? Что нужно делать? Вот какой этап нужно пройти, чтобы ты мог получить какую-то денежку от государства? Нужно работать, быть зарегистрированным на территории Республики Крым, вести свою хозяйственную деятельность, подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя. То есть в предыдущий год 70% выручки от деятельности в прошлом году должно быть от именно сельскохозяйственной деятельности. Этим он подтверждает свою статус сельхозтоваропроизводителя. И в принципе, когда мы открываем меры поддержки, они обычно уже в конце февраля по основным направлениям прием документов открыт, есть определенное требование, перечень документов, которые сельхозпроизводитель должен предоставить министерству для того, чтобы получить субсидию. Ну и тогда мы собираемся эти документы несем в министерство и можем в принципе поставить какую-то субсидию. В течение буквально 15 дней мы рассматриваем, в течение 20-25 дней сельхозтоваропроизводителя уже, если с документами все в порядке, он получает непосредственно субсидию. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях была сегодня Алимия Зарядинова, заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым. Спасибо вам за то, что мы теперь знаем, если займемся зерном и этим бизнесом, что мы будем делать? Ну а я обязательно в свою очередь пойду и поищу крымский нут, потому что мне стало безумно интересно изучить этот вопрос, попробовать обязательно. Так что да, спасибо.